Всем привет! Вы на канале SimpleFood и меня зовут Юля. Сегодня я предлагаю вам приготовить очень вкусный, а самое главное быстрый, тёплый салат из стручковой фасоли. Стручковая фасоль это очень низкокалорийный продукт, который содержит много витаминов. Поэтому я вам рекомендую обязательно добавить в свой рацион данный продукт. Тем более, что он получается очень вкусный, ну и готовится довольно-таки быстро. Итак, стручковую фасоль предварительно сначала хорошо помоем. Я использую сито, мне так больше нравится. Но в принципе можно набирать в ёмкость воды. Дадим немножко стечь. И можно дальше готовить. У каждого стручка я срезаю хвостики. Не жесткие, но и мне они не нравятся в готовом блюде. Теперь стручок развязываем на три части. Ну, чтобы получился вот такой вот стручок. Подготовленную фасоль высыпаем в отдельную ёмкость. Теперь берём сковородку, разогреваем её и наливаем немного масла. Можно брать или оливковое, или подсолнечное. У меня сегодня подсолнечное. На хорошо разогретую сковородку будем высыпать нашу фасольку. И теперь на среднем огне будем поджаривать. Иногда перемешивая так, чтобы она не подгорела. Крышка накрывать не нужна, иначе она будет очень мягкая. А нам нужно, чтобы в салате она хрустела и была, ну, такой вот, не мягкой, не распаренной. Сильно долго жарить фасоль не нужно, чтобы она оставалась хрустящей. Достаточно 5-7 минут. Ну, вот буквально ещё минутка-две, и наша фасоль уже будет готова. Всё, наша фасоль готова. Я перекладываю её в отдельную посудину, где буду перемешивать с соусом и с другими ингредиентами. Беру немного соли. Кунжутных семечек. Кунжутных семечек нам понадобится где-то, ну, столовая ложка, 2 столовые ложки. Это сочетание очень интересное, вкусное, поэтому, скажем, это на любителя. Ну, мне больше нравится, когда 2 столовые ложки. Немножко перца. 1 столовая ложка мёда. Лучше брать мёд жидкий. Ну, в принципе, так как салат тёплый, любой мёд растанет. И теперь заливаем небольшим количеством соевого соуса. У меня соевый соус не сильно солёный и острый, поэтому я добавила немного соли. Но если вы берёте соус довольно-таки концентрированный и солёный, то лучше соль ложить уже в конце, когда будете пробовать, чтобы не пересолить. Ну, теперь всё это тщательно перемешиваем. Не бойтесь лить много соуса, вы посмотрите, как тёплая фасоль начнёт впитывать в себя всю эту жидкость. Так, теперь всё перемешали и оставляем салат, чтобы он впитал в себя все ингредиенты, ну, где-то минут на 5. И будем подавать на стол. Всё, наше блюдо, уже наш салат готов. Самое главное – подавать его тёплым. Влетает он очень быстро, он очень вкусный, лёгкий. И в то же время насыщает нам очень долго. Наш тёплый салат со стручкой и фасолью готов. Мне понадобилось буквально минут 10 для того, чтобы его приготовить. Этот салат можно использовать как основное блюдо, как гарнир или как закуску. Всё, хватит разговоров, пора пробовать. Ммм, это вкусно. Особенно, когда вы голодные, не хотите быстро перекусить. Я очень рекомендую вам сделать этот салат, вам понравится. А что вы любите готовить со стручковой фасолью? Обязательно напишите мне в комментариях, мне будет интересно. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. И не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Пока-пока!